дверная не то чтобы она меня зацепила но мы такую еще не встречали и форма необычная я люблю более ракальное что-то такое ближе к царскому вот эта вилочка интересная 500 рублей стоит пряжка 1000 рублей так понимаю здесь наша знакомая вы помните ее недавно показывал анна шаляпина как хотите как хотите а я пока сделаю рекламу следующему рынку посмотрите он будет 15 6 по 16 апреля поэтому с вами наверное тоже придем сюда но по крайней мере будем стараться вас хочется фотографировать вот с этой стороны здравствуйте здесь у анны стоит тарелочка кузнецов с васильками васильки ли что это не забудочки вдруг мой это не забудок вдруг мой вот она как со мной разговаривает вдруг мой здорово как ее звали березкина у какая фамилия и ее папа был богат поэтому богатые люди никогда меня не раздражали и он был настолько умен что он все сам отдал советской власти поэтому никого не расстреляли никого не выслали а он умел строить дома и как то вот все со стороны бабушки образованные умные люди никто не стал заниматься контрреволюцией там и не пошли никуда в предатели а просто стали жить в новой стране по новой по новому да так а это у нас что конакова грибочек это конакова ранее но вообще ну как бы конакова нужно на базе кузнецова ну да поэтому считается я там была и там были прекрасные бани сейчас так что люди могут съездить в конакова и попариться в тех бани которые тоже кузнецов да ну вот два стула небольших а вот еще два пузырька Малевича этот старый совсем вот тут крышка я поделюсь секретом это старый, более старый Малевич а это более новый поэтому разная цена по крышечкам, да? да ну это Мэйсон показать? давайте чуть-чуть вы знаете я даже написала объявление потому что каждый кто проходил хватал ага что не хватало да да 19 век побережнее да 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 форма конечно ну вот люди даже которые не знают что такое Мэйсон сразу хватает в эту шкатулку потому что форма ну изумительно привлекает, да привлекает да все всего самого наилучшего ой уже подошел Коли снимаю часто вам ее и вижу у нее рамку 20-х годов посмотрите какая красота и форма интересная и цветок необычный ручная роспись и по всей видимости как это все было сооружено да, фотография с тех времен и стоит да она очень классная, очень интерьерная ее можно и в рамочку ну поставить не в рамочку а на подставочку вертикально либо повесить куда-то фотографии можно поменять конечно у Оли какая красота обожаю вот эти ручки за их такой необычный декор флористический очень красиво не знаю что это это дерево что ли какая же она красивая это видимо дерево вставлено и оторочено вот такими металлическими ободками ну и вот эти тоже красивые у нее парочка их здесь здесь девочка с собачкой а там девочка с котиком ой, оботкнулся оказывается это не дерево вот это бронза ну все это бронза это просто ручки с позолота и подножья а это без позолота поэтому смотрится как будто дерево эта релочка не встречал такую Польша и танцует по полечку да, Польку парочка босиком он босиком с гармонью на ней банты и платки завязаны чулки видите из-под юбки короткие ружева красиво сегодня был мальчик в такой же точно кепке выступал коллектив где мы пели с Ларисой вот точно такая же кепка объемом такая же и клетка красивая тарелка с ободками разноцветными прям настроение я надеюсь что вот такое же настроение вам подняла подняла моя песня Кукушка или 200 лет она называется вообще-то да, Малешика писали что многие многие пляс пошли приятно приятно здесь стоит у нее вижу посмотрите какой какая ваза роскошная большая огромная на ножках Каподимонте я так понимаю очень высокая очень широкая от фрукты красивая и еще у нее мне нравятся вот эти канделябры большие похожи на мои но этот даже немного по-другому по-другому выполнен и еще посмотрите какие завитки у основания этих свечей очень красивый большой он один пара таких пара есть достаточно большой высокий наверное сантиметров ну около 50 высотой и проведена проводка то есть они могут светить у нее нравятся вот эти синенькие тарелочки здесь всего лишь их пара но есть же люди которые живут одни или хотят сделать подарок своим любимым вот пожалуйста вам такой комплект и так кстати их можно подвесными сделать и как красиво это будет если одна видна другой висят вот так тоже не обязательно из них употреблять пищу они могут быть на виду каждый день хорошо что эта музыка проходит я надеюсь что не придется мне чего резать еще и много предметов народного творчества вы видите да кувшины я помню у нас такие стояли в школе даже в таком импровизированном небольшом музее школы в селе в деревне особых не было возможности что-то пополнять вот такими предметами но кое-что было кое-что вспоминается да вот здесь воду носить да ведра какие-то металлические карамысла еще что-то есть предметы сумки вы видите да вручную сделаны но под винтаж ну они не становятся тем самым хуже они очень красивые а потом когда сделано своими руками это же тоже особая энергетика вложена и человек наверняка любил и любит это дело потому они создались а кто-то ведь покупает и носит тут только нужно цепочки добавить интересная редкая металлическая консоль обычная из дерева ухта она тяжеленькая и сумочка вот такая вот металл так ну а мне уже нужно бежать вот что успел то заснял потому что Лариса за мной сейчас заедут это такая необычная вазочка а здесь объемная маленькую мы с вами видели а здесь большая вот такая на подставке шикарная соковыжималка еще и со сливным язычком очень красивая вещь кстати а вот не знаю стопочки прямо к ней или просто свет рядом стоят не знаю тоже предмет какой интересный рыбки это значит для икры для черной и красной вот они рыбки и здесь рыбка а вот как открывается не знаю но сейчас уже не буду открывать а то что-нибудь не так сделаю красивые вещи красивые а это тоже не знаю что солонка не солонка тоже под икру наверное вот прекрасная вещь старое стекло сразу видно видите я сегодня по-быстрому потому что потому что со мной приехала Лариса смотрите кстати еще 6 7 8 и 9 мая мы с вами можем прийти сюда на такой длительный променад у нас возможен ну а с вами был Иван Рыбников до новых встреч ну вот видите какой кашпо стоит сказка ой обалдей вон там тарелка блюда какой стоит с девушкой подойду снимать но я сейчас руку протяну изумительное блюдо все побежал за пальто и выхожу и бегу домой мимо решил заснять посмотрите рюмочная это площадь Ильича метро римская недалеко отсюда и в рюмочной посмотрите какая интересная витрина как оформлена всем винтажным винтажными предметами щука заплала Иван Рыбников заплыл сюда машина какая шикарная стоит радиола одна вторая ну забавно какой самогон какой бутыль стоит мощный Ленин я бегу по делам если добегусь сейчас покажу куда бежал но думаю что все удастся в Москве тепло ура еще немного и уже начнут распускаться деревья листва строительство смотрю и тут что-то сносят старые здания такие незрачные не на главной улице а там и что-то строят вот кстати интересно что это такое что здесь было посмотрите какая лестница шикарная но сейчас все это заброшено там вазоны стоят лестница все это красиво и здание что здесь было кто подскажет кто знает так это Волочаевская 48 улица какие-то большие окна витражи от пола потолка что-то же тут было интересное центральный музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева а вот оно что Рублева ой какое старое старое здание с башенкой какая прелесть здесь канал и я иду параллельно ему почему дружок да потому что я жизнь учил не по учебникам просто я работаю просто я работаю волшебником волшебником еще один особнячок спрятался в тенистых деревьях ну скоро они тенистыми станут это я выше поднялся так тихо так спокойно птицы поют наверняка когда-то здесь выходили знатные особы стоял столик кресло из ротанга белые наверное кружевная скатерть пили чай в лучах солнца наверное было очень красиво шел куда планировал сбежать здесь на пути еще храм стоит красавица большой так а мы с вами пришли на кристалл завод кристалл здесь мой старый добрые знакомые все из ссср антикориат винтаж целый подвал под заводом кристалл виноводочный завод поэтому мы сейчас к ним туда спустимся территорию захожу в арку и в арке слева вход как раз таки лошейный рынок ретро видите как они оформили все это здесь и кахлома здесь и часы видите чеканки много всего ложки подносы фарфор даже лошейный рынок ретро здесь как выяснилось потом еще фотостудии много на той стороне дальше много немного не знаю но есть красивые фотостудии и что а и дальше ретроавтомобиль стоит ретроавтомобили музей к ним спускаюсь подвальчик вот по ступенькам видите у них здесь все оформлено фотографиями плакатами пластинками все времен СССР огонек девчонки плескаются в воде беззаботное детство да и компьютеров не нужно было а сейчас без компьютера не могут ни дети ни взрослые телевизор может быть кого-то из ваших мам бабушек был такой и кстати видите вот так они были накинуты кружевными скатерками и тут начинается дальше ассортимент все дороже и дороже в начале самый дешевый по 100 рублей даже был здесь показ у них вот по этим дорожкам ходили мои модели здесь большой у них бутик одежды зайдем зайдем в него отдельно посмотрим что есть интересное ну и ходят люди конкретно ищут что-то для себя по своим интересам много статуи только у них здесь очень много ой какой красивый камин стоит я давно у них не был может быть года пол год наверное не был я у них камин вот такую машинку я видел на авито продавали ну не было денег да это зингер и она прям старенькая старенькая теперь я понимаю кто ее купил вместо меня закрыто не открывается ну красиво я думал она повыше она совсем маленькая низенькая здесь сундук какой-то стоит балас постелили так ладно пойду поздороваюсь а вот стоит хозяева поздороваться нужно пойду схожу в уборную и уже буду заниматься вами как говорится снимать все для вас очень красивая картина ну и рама невероятная в немереные все тикают а некоторые даже как будто вода переливается слышите смотрите два подсвечника в стиль арнолу 15000 я думаю что это посеребрение и соломка интересная 1500 стоит соломка и перочница олово это наверное поют попугайчики да что-то говорит серьезно потому что тоже песня моя понравилась поет да батюшки а она-то заметалась ой тети батюшки он поет сейчас для канала Лимона Рыбников и что он сюда смотрит он не туда да хороший хороший да да красивый красивый а она уже ревнует там сюда заглядывает чего это он поет в эту сторону да 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 ой 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 красивый ну еще еще какой носок какой хохолок ну 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 давай да ой 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 молодец какой ну давай подруге удели момент а мы пойдем разговаривать он сзади тебя ждет хороший хороший нет названия не зовут их никак не помню хороший хороший ну давай давай ай хороший ай красивый я летаю в разные края кто же знает где мы завтра будем дождик привожу в пустыню я солнце раздаю хорошим людям работаю дружок да потому что я жизнь учил мне по учебникам просто я работаю просто я работаю волшебникам волшебникам Ты идёшь, идёшь по январю Холодно следы, как многоточье Хочешь, я с тобой заговорю Руку дам и станет путь короче Почему, дружок, да потому Что я жизнь учил не по учебникам Просто я работаю Просто я работаю волшебником Волшебником